Я не буду вас обслуживать без маски. Вы решительно отказываетесь. Я вас обслуживаю без маски, не буду. Точно не возьмете денег. Масочку одевайте, пожалуйста. Масочку я не одену, значит, морозно-пломбил и минеральная вода. Обслуживать я вас без масочки нет. Я отказываюсь одевать. А на каком основании? Это публичная оферта, я ее совершил. Товар уже мой. Верните товар. Верните человеку товар, это его товар. Женщина, товар верните. Верните. У вас столько людей прибавляется? Где вы их находите? Присоединяйся. У вас к нам какие-то замечания, претензии, пожелания есть? Есть, конечно, естественно. Да все, вы сценарий ведь знаете. Зачем будем разыгрывать. Такой сценарий. Мы пошли заниматься своими делами. Всего хорошего. Руководство выйдет когда-нибудь к нам? Ну, я не знаю почему. Нет. А вы вас приходите. Что, по-моему, у кого-то? Вы будете идти и идите. У кого-то будет. А пусть руководство придет в выходной. Нет. Ну, а вы приходите в воскресенье, а то это же время. Ну, извините. Пусть руководство и придет. А вы вообще не бегут. Вы знаете, что мы приходим в одно и то же время. Так почему вы руководству не придете? Давайте, у нас есть предводитель, что вы сам разговариваете. Мы не банда. Никаких предводителей у нас нет. Предводитель? Нет у нас никаких предводителей. Разрешайте слова. Мы не банда. Да я вас банда не называл. Вы же снимаете. Нет. Вы говорите о предводителе. Нет. У нас такой должности. Вы знаете, даже если бы был введен режим ЧС и ЧП, даже если бы он был введен и нас бы обеспечивали бесплатно сезодами, то даже в этом случае без сезода магазин не имеет права отказать в продаже товаров. Да я вас понял. Даже в этом случае. Вам бы хоть ввели войну бы. Вы все равно бы делали... Даже если была война, тем более. Вы спросите у руководителя вашего магазина, почему он нарушает указ президента? Законодательство нарушает. У меня нет возможности спросить руководителя. Понимаете? Нет возможности. Таких у нас нет. Понимаете, есть указ президента, номер 316. Вы домой придете и почитаете его. Он там прямо запрещает вводить вот эти меры на определенные организации, аптеки, магазины. То есть в принципе это не допускается. Где придутся товары первой необходимости. Президенты, правительство вводят одни документы. А на практике, на местах, вроде для магазинов делают совсем по-другому. Потому что я вам сослался на указ президента раз, первый момент. Второй момент. Есть правила продажи, которые были введены с 1 января этого года. Новые правила. Там есть пункт 10. Я же неоднократно на это все ссылаюсь. Почему никто этого не читает? А почему бы вам конкретно вот через суд не обратить? Зачем? Чего? Мне нечего обжаловать. Давайте я вам поясню в чем фишечка. Понимаете? То, что вы мне отказываетесь принять оплату, вы же мои права не нарушаете. Я вам поясню почему. Если бы вы мне отказывались продать товар, ну допустим не давали мне, не пускали там силы, да. А это вы делаете мне подарок. Вот как вчера в Перекрестке. Мы пришли, взяли, приобрели товар просроченный. Потом его предъявили, нам вернули деньги и вернули такой же товар. Качественный. Понимаете? Акция так называемая. Ну я понял. У вас тоже такая акция. Пришел без маски. Получи товар бесплатный. Ну это вот больше, я понял. К вам скоро будет приходить гораздо больше людей. Почему? Потому что люди увидят на нашем примере, что эта акция действует на всех. Понимаете? Пока ваше руководство не найдет время либо решить эту проблему, да. С вами просто переговорить. Потому что не требуем ничего такого сверхъестественного. У меня нет даже допуска к руководству. Вот реально. У вас есть начальник, понимаете. Вы же выполняете чьи-то распоряжения. Вот такой же бомбес не вы, так и все остальные. Видимо замоченную правовую базу никогда не знает. Поэтому и не уходит сюда. Нет. Он не уходит. Не сможет ничего сказать. Ладненько. Приятно было с вами побеседовать. Чего хорошего вам, да. Мы сегодня были очень вежливыми. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Не болейте, берегите себя. Пойдемте на карту. Карта магазинов. Добрый. Денежка. Я на фотографиях-то плохо получаюсь. Я не фотогеничная. Ничего не могу. Ну это зря вы очень симпатичная. Масочки одевайте на счет только в масках. Денежку взять. Я взяла, я вас еще не рассчитала. Рассчитывайте, рассчитывайте. Надо масочку какую-то одевать. Не, не надо маску. Не, не надо. Надо. Не, не надо. Я могу вам предложить за 8 рублей. У меня есть продажа. У меня вот без дачи, например. Значит так, вы денежку уже взяли? Денежку уже взяли. С дачи не дают? С дачи не дают? Сначала нужно масочку одеть. А зачем здесь тепло? На вас не попадает, они не боятся. Правда? Конечно. Да, мы не касаемичка им. Что за проблема? Ну расчет только маски. А где такое надо? С дачи не дают? Оля, отходи. 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 С дачи не дают. Сколько денег было дано? Тысяча. Вы сейчас взяли чужие денежные средства и их удерживаете. Какие законы и основания у вас удерживать с дачи? Я не удерживаю средства. Тогда с дачи верните. Я могу положить это еще сюда. Давайте так. Хорошо. То есть вы возвращаете денежку? Я ее проверила на подлинность. Начнем с того. Проверили. И что там подлинное? Денежку настоящее у вас. Так. Надо теперь одеть масочку, чтобы я вас рассчитала, отдала вам ваши деньги. Вам женщина отказалась в требовании одеть маску? Нет. Вы оплату будете принимать за товар? За оплату. Нет. Вам деньги предложили. Я могу вам предложить купить маску. Не надо навязывать нам ваши услуги, дополнительные товары. Тем более за 8 рублей. Понимаете? Согласно постановлению главы, главного государственного врача от 16-го, 10-го, 20-го числа, номер 301. Лично я с ним не знакома. Имени, фамилии его я не знаю. Вот. Надо обязательно надевать средства индивидуальной защиты. И там написано, что вы имеете право отказать? Я не имею права. Я жду, когда вы выполните указ врача. Это личное дело. Вы правоохранительный орган? Нет. Ну, я не знаю. У нас прям какая-то ситуация такая интересная. А на самом деле задерживайте. Иначе, деньги вы предложили, деньги вам вернули. Следующий. Следующий. Давайте абсурд. Давайте дальше. У меня нет времени стоять и выяснять. Две вишни. Две вишни. Две вишни. Давайте уже. Берете оплату? Конечно. Я не одену маску. Вы берете оплату. Мы надо разобраться с предыдущим. Вы будете сейчас брать оплату? Обязательно. Как же я вас не оттоварю? Ну, давайте тогда. Это же нарушение закона прав потребителей. Ну, давайте. Сейчас женщины разберут. А что женщины разберутся? Так, Ольга, давайте подождем. Значит, у нас здесь какие-то разговоры начались. А вы имеете право меня снимать? Да, я имею право снимать. Снимай деньги. Предъявили деньги, даже наличным путем. Могу картой. Но оплату не принимают. Хотелось бы все-таки, чтобы человека отпустили и других, так сказать, покупателей. Сотрудник магазина не имеет права принять у вас оплату, потому что вы находитесь без средств защиты. А почему вы решили, что она не имеет права принять оплату? Потому что постановление правительства об этом сказано. Давайте на пункт информации тогда пройдем. Давайте. Хорошо. Хорошо. В вашем сопровождении с удовольствием пройдем на информационный пункт, чтобы выяснить все вопросы. Хорошо. Давайте. Мы же не отказываемся, деньги предлагаем. Девушки, деньги примите. Девушки. Может они просто не девушки? Вы употребляли продукт, да? Да, имею право. Я акцептовал публичную оферту. Тут просто парадокс получается. Я очень хотел бы договориться с вами полюбовно. Я прям супер хотел бы с вами прям руки пожать и разойтись. Взять деньги и все. Я правильно. Маски мы не оденем. Маски не может у вас без маски принять оплату. Не то что… А мы не можем одеть маску. Понятное дело, что если будет написано заявление на порчу имущества, то это пользование с последующей неоплатой. У вас же наверняка есть решение проблемы. Да. Принятие оплаты без маски. Да. Сейчас, секунду. Это единственное верное решение. Либо сослаться на норму права, согласно которой они имеют право отказать. Не на домыслах и тому подобное, а конкретную норму права. Так они вам отказывают на основании постановления правительства 175, по которому они не имеют права. Да там не написано это. У меня отказались принять оплату за товар и удерживают. Оплату не принимают, ни меня не выпускают. Незаконно удерживают уже практически час. Ленина 34, магазин ОК. Оплату принять отказались, из магазина не выпускают. Сотрудники Росгвардии не выпускают из магазина, удерживают больше часа. Сотрудники Росгвардии не выпускают из магазина, удерживают уже более часа. Короче, сейчас дела обстоят так. Пишется заявление на всех, на ранее неизвестную группу лиц. И все проезжаем в отдел, и там участковый разбирается по факту записать заявление. Заявление о чем пишется на нас? Заявление о проносе товара через кассовую зону без оплаты. Пишется. Сотрудники магазина, вот этих сотрудников полиции вертят такое чем. Да, да, да. Просто вертят их. А они как истуканы, слушаются они. Вот какая-то девочка пишет, пишет какую-то ерунду в заявлении. Раз, два, три, четыре, пять сотрудников полиции, которые должны заниматься делом, вот этот Айгун, или как ее там зовут, прыгают перед ней на циклах. По 306-й статье предупредите заявителя. С кем можно побеседовать? Кто старший в группе вашей? Приедете в отдел, с вами будет разбираться участковым. Нет, в данный момент вы же нас повезете, правильно? Не уверен, что мы там уже разберемся. Затрудники Росгвардии повезут? И сотрудники Росгвардии, и мы тоже. Вы все равно представьтесь на всякий случай. Моя фамилия Голова Дмитрий Николаевич, командир взвода ТПС. Дмитрий Николаевич, да? Да, Дмитрий Николаевич. Вы старший, да? В данный момент здесь, да. Дмитрий Николаевич, вы можете пояснить вообще, в связи с чем мы здесь находимся, почему нас удерживают? Я вам поясняю, в связи с неоплата и товары, которые вы принесли через кассовую зону. Смотрите, нет такого понятия кассовую зону, во-вторых, мы очень хотим оплатить. Мы прям требуем оплаты. Я вам могу сказать, что сотрудники магазина поясняют, что они не могут принять в связи. Тогда почему они говорят о том, чтобы там что-то пронесли? Потому что вы не оплатили это, правильно товары? Потому что они не берут деньги, да. Но вы не выполняете требования магазина? Какое? Одеть маску на лицо. А это их требование? Да. Они поясняют, что они не могут вам пробить товары, если вы не находитесь без средств. Хорошо, я согласен. Я одену маску, если кассир с ними трусы. Это мое требование. Дмитрий, это мое требование. Это невыполнимое, наверное, требование. А в смысле? А маску одеть, это выполнимое требование? Я вам еще раз говорю, я одену маску. Одену маску, если кассир с ними трусы. Ну это не ко мне, это к кассиру, наверное. Да? Тогда почему? По поводу маски к вам. А по поводу трусов не к вам. Вы определитесь, пожалуйста. Хорошо, мы приедем в отдел полиции номер один и обязательно определимся. Да. А основания какие? Заявления сотрудников магазина. А вы можете принять заявление на данный момент на сотрудников магазина? Конечно, можем. Сотрудник Росгвардии, наше задержание уже... То есть, в принципе, право так обстоятельство? Понимаю. В отношении меня сегодня совершено преступление, самоуправство и заведомо ложный донос о том, что я хотела похитить товар. Сегодня, 30.05.2021, магазин «Окей», город Мурманск, Ленина, 34. Имеется видеофикс-акция, которая будет предоставлена позже по требованию. Так, получили. Значит, мое заявление аналогичного характера я вам уже давал. И тоже аналогичное. Так же, озвучьте, озвучьте. Аналогично. В отношении меня сегодня 30 мая совершено преступление, самоуправство и заведомо ложный донос о том, что я похитила товар. В магазине «Окей», Ленина, 34. Я понял. Я понял. Спасибо. И хотим вас обратить внимание, сотрудниками Росгвардии мы удерживаемся. Уже скоро будет как три часа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять человек. Девять человек. Девять человек. Ребята, вы что, вам заняться нечем больше? Так нет. В общем, пойдемте, решайте, кто поедет с сотрудниками Росгвардии, кто с сотрудниками РПС. Да. Один человек может проехать с нами в машине. Это кто? Ну, женщин, комфортно посадите. Ну, наоборот, у нас некий комфорт. Комфортно, это тогда к нам. Я пешком пройду. Ну, мы не в машину. Давайте пешком пройдем, на самом деле. Мы не сможем машину оставить. Скажите, пожалуйста, каким способом вы хотите нас доставлять? С тоже на основных средствах. С тоже на основных средствах. Смотрите, я в клетке вот в этой, да? Нет. Ну, без салона. Нет, баланс задней силы. Просто я не перегородок, ничего не буду. Занимайте листа согласно купленных билетов. Так, если кому-то вдруг хоть немножко плохо, вы сразу говорите. Мне плоховато уже. Я думаю, что давление у меня где-то 200, это точно. Если хотите скорую напрямую скажите, вызовем скорую. Понимаете, я не хочу, почему скорую. Вообще мне реально плохо. Просто они сейчас будут принимать те меры, которые мне могут потом выйти боком. Я сама знаю, как и что мне принять. Ну, для этого мне надо быть дома. Первым, успокойтесь. Мы сейчас максимально будем находиться на улице. Кто старше, с кем можно переговорить? Сотрудники вас, гвардии вас задерживают. Ну, я понимаю. Они же в полицию нас доставили. Да, так там внутренние, наверное. Просто смотрите, у нас много людей, которые плохо себя могут чувствовать. Тем более, уже чувствует вот женщина Ольга Завода. Скорая нужна, да? Да. Все, пожалуйста, обращайтесь. У нее давление, как бы, сейчас, скорее всего, уже очень высокое. Давайте я вызову. Когда понадобится, знаете, мы будем очень долго ждать. Пускай лучше заранее приедут. Перегрузка серьезная. Женщина 58 лет, а гипертоник жалуется на давление. Она будет около отдела стоять, либо в фойе. Нет, вообще я лучше на улице. У меня там будет совсем плохо. Время доставления 18.40, я буду указывать. 18.40? Да. 18.40? Да. Это уже 18.40? Да. Сколько времени, с какого времени вы нас задерживали? Я, конечно, по таймингу посмотрю, но чтобы от вас это исходило. Точно-то я вам не скажу. Но вы же должны такие важные вещи фиксировать профессионально. С момента, как мы подошли по вашему требованию к информационной стойке, вы были задержаны? Ну, я бы так и сказал. Я пошел домой ведь. Как вы сказали? Сначала мы выясняли, а потом уже, да, потом уже выявляли желание уйти. Вы это выясняли, а я это выясняю, а задержали. Да, да, да. У меня вот сотрудник старших поясняет, что время доставления, сейчас с момента доставления идет время исчисления. Вот это время это было доставление, да? Нет, доставление вот сейчас наступило. Наступило, да. Но все это время, пока мы там находились, это что было? Мы там были в районе трех часов. Просто сейчас, когда с нас будет участковый брать объяснение, мы ему скажем, что вы, мы на самом деле уже задержаны более трех часов. Понимаете? Ну? Мы должны, он должен нам пожелать... Ну, вы ожидали написания заявления? Поставление? Я не ожидал ожидания этого заявления. Я вынужден был подчиниться вашему незаконному требованию. Ага. Ну, я напрямую... Что вы и сделали, понимаете? Можно сделать так, чтобы этот сотрудник вышел, с нами переговорил? Смотрите, мы уже более... Смотрите, я в жале. Понимаете, вы любите? Более трех часов нас задерживают. Более трех часов. Более трех часов. Приоритеты расставляйте. Пойдите, пожалуйста. Сейчас... Это ты мне не с ними за ручкой. Отлично. Хорошо. 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 Вот, довели человека. Да ладно. А, это коронавирус, да? Маску носить нужно. Да ладно, правда? Так носи. Тебя ж никто не запрещает носить. Что за тыкать, мужик? Что, нельзя тыкнуть? Ну, потому что... А я хочу тыкнуть. Вот тебе хочу тыкнуть. Чтоб не острил. Остряк. Я не острю, я говорю. Да что ты так, коронавирус? Маску одень. На улице можно. Одень маску, я тебя запрещаю. На улице можно без маски. Я тебе запрещаю ходить без маски. Вот одень маску. Тыкай ты ему. Это у тебя не дарафа тыкалка, Орел. Уполномоченный старший лейтенант полиции Павлюк Андрей Евгеньевич. Андрей Евгеньевич? Нас удерживают уже более трех часов. Сейчас 19.40. Будете на это показания? Нет. Я вас пользуюсь в 51 статье Конституции. Прошу меня незамедлительно освободить. Не задержу. Здравствуйте. Здравствуйте. Масочку будьте добры. Примите оплату. Что? Оплату примите за мороженое. Масочку будьте добры. Молодой человек с мороженым, он без маски. Я пробить его не могу. А и оплатить мороженое он тоже, наверное, не может. Меня пробивать не надо. Вы товар отсканируете и примите оплату. Чего вы ждете? Мы тратим наше время. Виктория. Вы язык проглотили? Виктория. Вы язык проглотили? Маски. А вы ждите пока. Ждите. Я подойду чуть позже. Вы просто пробейте товар. Я его оплачу и все будет замечательно. И мы расстанемся с большими друзьями. Я скажу вам большое спасибо. Пожелаю всего хорошего. Пожелаю всего хорошего. Вы маски продаете, да? По чем? 8,90. То есть, если я сейчас приобрету масочку, вы мне ее пробьете, возьмете деньги и дадите чек. Чек дадите? Нет, он будет вместе со товаром. Нет, а если я хочу масочку отдельным чеком? Мне его организация оплатит. 39-й. Пожелаю. У нас чека подойдет. Хорошо. Маску. Все, инструкция получена. Эй, эй, куда товар? Давайте администратора сюда приглашаем. Девушка, администратор. Верните товар, это грабеж. Это мой товар. Девушка, вы мне не ответили по поводу масочки. У меня маски нет. 25 рублей сдачи. Спасибо за покупку. Я не сказала, что я не готова ее купить. 39-й. Я хочу купить ее с отдельным чеком. В чем проблема? В чем проблема, девушка? Выдать мне чек на маску. В чем проблема? Товар на ленту выкладывайте. Так вы мне мой, верните товар. Девушка, ну если вы его заберете, я возьму другой. Такой же точно. Ты адекватная, а? Ты адекватная? Ты мне что тычишься? Я тебя тычу, потому что ты себя ведешь неадекватно. Товар верни на место. Ты адекватная? Товар верни. Товар верни. До свидания. Товар верни. Здравствуйте. Нет, главное, что я готова. Товар верни. Нет, вы посмотрите, я готова купить маску. Она мне ее не продает, забирает товар с ленты и плячет под кладом. Маску обязательно в магазин. Да что вы говорите? Это кому я такое-то нужна? Да. Они в нее продажи есть. Они в маску будете ходить. Еще и выступаете. Вы тебе, может, еще что-то должны? Все, мне ничего не должны. Дорогая и уважаемая. Вы не один здесь. И что дальше? Ничего. Вот рот закрой твой и не влезай. Начальника, позовите вашего непосредственно. Вы сюда проходите, пожалуйста. Ты что игнорируешь меня, что ли? Я говорю, начальника позови. Татьяна, начальника своего, позови. Так у вас только носки, да? Что, глухая, что ли? Нет. Начальника, говорю, позови. Мужчина, сюда товар, скажите, пожалуйста. А вы что хотите от меня? Мне просто неприятно, как женщина разговаривает. Мне тоже неприятно, что отказывают приобретение продуктов питания. Маску оденьте, да приобретете. Одень. Одень. Не одень, а оденьте. Ты что от меня хочешь? Ты с какой цели ко мне подошел? Вы с какой цели подошли? Где вы? Приобретение товара, оплаты. Тебе что надо, я тебя спрашиваю? Тебе что надо? Что подошел сюда? А ты что тут стоишь? Ты что подошел? Кто такой, а? Что ты тут стоишь? Ты побычете ко мне подошел или что? А ты тут что стоишь? А ты что хочешь от меня? А ты что хочешь от меня? А ты что хочешь? Что ты хочешь? Ты что мне хочешь? Поясни мне, что ты хочешь? Ты кто вообще? Че ты хочешь? А че ты? Давай, ты. Клоун, это ты. Женщина, начальника своего позовите. Вы не понимаете, что вы не выруливаете эту ситуацию. Должен руководитель отвечать. Женщина, начальника позовите вашего. Того человека, который вам дает эти указания. Отказывать на кассе, в обслуживании. И более того, отбирать товар у покупателя. А вы еще отказались маску продать? Добрый день. Ну, короче, как всегда, все просто. Близко не подходите. А сейчас-то вы с тобой приехали. Я прошу продать маску, она не продает. Так, спокойно, спокойно. Давайте я поясню. Продать маску, она не продает. Ольга, давайте успокоимся. Пожалуйста, примите меры к этому человеку, который ведет себя неадекватно. Чтобы он ко мне больше не подходил. В целях его же безопасности. Хорошо, девушка, на каком основании не продаете маску? Что я не слышу из этого шума? Вы почему не продаете или не даете маску людям? Женщина вас попросила под видеозапись, чтобы вы продали маску отдельным чеком. Вы же продаете или даете, или как? А вы хотите приобрести упаковку? Да, женщина захотела приобрести маски. Или даже если женщина получает запись маски, вы хотите купить себе маску? Какая вы все равно себе? Пожалуйста. Вот, пожалуйста, если она будет покупать, я продаю. Так она предъявила вам на товар, на оплату. Она хочет купить и маску, и товар. Вы у нее отобрали товар? Это первый момент. Она говорит, выкладывайте товар, берет его, прячет, я уже второй раз беру. Берет его, прячет под прилавок. Понимаете? Либо пробейте сначала маску. Публичная оферта акцептована. Этот товар принадлежит покупателю. Факт приема и передачи товара произошел. Это ее личная собственность. Вы совершаете грабеж, открытое хищение чужого имущества. Товар, во-первых, верните обратно, а потом будем с вами разговаривать. Я прошу вызвать начальника, кто дает указания. Она сидит, тупо включает из лукова. Начинает обслуживать других покупателей. Хотя мы отстояли очередь. Вот ровно 8 рублей. Что за неуважение? 8 рублей, проверьте. 8 рублей 90 копеек. Она озвучила стоимость маски. У меня к вам, знаете, какие претензии? Чтобы вот эти вот работники, которые вот без маски пьют воду, не лезли, не указывали, что мне делать и что мне одевать. Владимир, а мы как можем повлиять на них? Человек мне угрожает. Я чувствую потенциально от него опасность. Соответственно, я могу применить в отношении него средства самообороны. Мы никуда не пойдем, чтобы у вас не было повод. Сначала говорить, пройдемте с нами на инфопункт, а потом вы покинули кассовую зону, которая не существует. Понимаете? Мы будем стоять здесь, пока у нас не примут оплату. Понимаете? Будем до утра стоять. До закрытия магазина. Я вам говорю, я съел мороженое. Попробуйте мне отобрать его. Хорошо. Зафиксировал отказ в приеме оплаты. Хорошо, Владимир, да, хорошо. Я хочу купить маску отдельным чеком. Я имею право? Пожалуйста. Но она не продается. Это уже не комментирует. Ну так вы без маски. А кому это претензии? Вы без маски? И что, что она без маски? А вместе с товаром можно без маски? Вам же не указывают, без чего вы. И не проверяют, в чем вы себе находитесь. В маске, если вы мне ее не продаете. Входите в маски за маской. А что еще тебе сделать, дорогуша? Ты что не отвечаешь? Товар, товар, прими на оплату и все. По неотдельным чекам вы разве не будете принимать оплату? Хватит уже хамить вне. Ты ведешь себя по-хамски своим поведением. Игнорируй покупателей. И отбирай товар. Слушай, не работает. Касса не работает, да? Пойдем на другую кассу. Вы орите у меня на духом. Что мне еще не делать? Ничего не делать. Не орать на духом у других людей. Чтоб меня все слышали. Ну вот отойдите туда, кто хочет, подойдет. Ты отойди, если у тебя ушки болят. А ты что тыкаешь-то стоишь? А что, мне тыкать нельзя, что ли? Нельзя. Почему? Только ты там стой. Что ты мне указываешь? Ты кто такой, что мне указывает? Я могу тыкать. Я ору, я громко разговариваю. Чтоб меня все слышали. Вот туда иди. Вот ты туда иди, пальчиком мне тут тычешь. Что? А вы болели? Я? А вы болели? Да, болела. Поздравляю вас. Живы-здоровы. А что ж вы маску тогда не носите? Вот вы с какой целью эту маску надели? Вы считаете, что если вы нижнюю часть артаза не знали бы маски? Это цирк, в котором вы сейчас устраиваете. Так это цирк, в котором вы участвуете. Понимаете? Ну это хоть какая-то попытка. Попытка чего? У вас носа в ткани открытый. Ну и что вы этим докажете кому? У вас ничем. Кому докажем? Себе докажем, что мы люди. Что мы люди, понимаете? Мы не собаки носить эти намордники. Добрый день. Добрый день. Без масочки не имею права. Продайте масочку. А где вы можете с вами купить масочку? А? У меня есть масочка, пожалуйста. Ну продайте. Маска продана. Без маски. Вы продали маску. Вы продали товар. Товар это маска. Давайте теперь. Точно так же товар давайте. Давайте лучше. Вот это. Вот давайте на кассирование. Это кто-то такой умный. Вы? Давайте, чтобы у нас не было со стороны. Ваше и мое, и не хамство, ничего подобного. Вы молча стоите и смотрите. Не нравится, идете на другую кассирование. Да здравствуйте. Я уже стояла. До свидания. Вы уже пробили товар без маски. Значит, этот товар можно без маски. А этот товар без маски нельзя. Причем продукты питания необходимые. Давайте как-нибудь запроем ложный сначала, а потом по курсе разговариваем. Я тоже стою в очереди. Я хочу купить продукты. Вы стояли в очереди. Не одну. Ну, это прекрасно. Вы оденьте масочку, я буду вас обслуживать в маске. Вы только что продали товар. Вы только что продали товар без маски. Почему этот товар без маски нельзя? Чем отличается этот товар от этого товара, женщина? Вы противоречите сама себе. Только что был продан товар без маски. Почему этот нельзя продать без маски? Нет, нельзя. К сожалению, нельзя. Почему этот? Сочетесь на норму права, которая дает вам право продавать определенные виды товаров без маски. А какие-то товары запрещают продавать без маски. Специальный ответ руководства вашего магазина, в котором сказано на вопрос защитника моего, на каком основании, есть ли у вас нормативные документы внутренние, приказы, инструкции, распоряжения. Дан официальный ответ нету. Вас руководство магазина не заставляет. Официальный письменный ответ на бумаге, понимаете? На бумаге, официальный, за подписью вашего руководства. Я вам задаю вопрос, кто вас заставляет? То есть ваше руководство ушло от ответственности, от уголовной, понимаете? Ушло. Они говорят, мы вас не заставляем. У меня к вам вопрос, кто вас заставляет? Назовите хотя бы фамилию, фамилию, кто вас заставляет. Либо это ваше личное самоуправство, Елена Ковязина, и на вас будет отдано заявление. Время придет, когда вы будете отвечать, понимаете? Потому что вы на данный момент не позвали вашего руководителя, который решил бы этот вопрос. Кто вам дал указание не обслуживать? Он конкретно нас сейчас здесь, на месте. Самоуправство, превышение должностных полномочий, дискриминация, вымогательство, принуждение к сделке. Указ президента номер 316 вы читали? Там прямо сказано, указ президента, понимаете? Президента, который говорит, что запрещаю вот эти меры применять в магазинах, вот в этих магазинах. Запрещаю. Где продают продукты первой необходимости, запрещаю, даже война если будет. Запрещаю. На каком основании вы отказываете? Нам с голоду сдохнуть? Или каждый раз к вам сюда приходить, здесь жрать у вас? Как свиньи? Или на карачки стать? Или как? Что мне сделать? Никто вам не будет предъявлять претензии от руководства. Никто. Понимаете, никто. Ведь нигде уже этого нет, только у вас. Только у вас. По всему Мурманску, во всех магазинах обслуживают без маски. Вы здесь с ума сходите. Вы пошли на какой-то принцип, я не понимаю, что с вами происходит. Все, спокойно продают. Дикси, спокойно продают. Да все нормально продают, без всяких этих. Переклестки вообще. Кто желает, пожалуйста, надевайте. Хоть костюм химзащиты, ваше право. Но больше вот этой дуристикой, чтобы вот так на смирь стоять. Не занимайте, девушка, оплату. Давайте закончим этот конфликт. Даже транспорт уже сдался. Девушка, принимайте оплату, закончим этот конфликт, и все будет нормально. И у вас, и у нас. Парнишка, что ты лыбу дали? Вы что, улыбаешь? Да, я вижу. Вижу. Через маску видно. Вот тебе самому не стыдно, молодой стоишь такой. Тебя кто-то заставляет, или ты сам издеваешься? У тебя комплекс неполноценности, или что у тебя? Что здесь стоит? То, что ты не даешь указаний, понимаете? Вы своего кассира подставили. Дай указания ей продать. Она совершает сейчас это преступление, в том числе и в отношении этого магазина, в котором работает. Потому что мы сейчас товаром уйдем. Так от чего мы ждем, я так и не могу понять. Масочку оденьте. Масочку оденьте. Так мы вам отказали. Мы не будем маску одевать. Я вам продала маску, пошла на преступление на должностной. Пожалуйста. Мы же вам говорим, не будем маску одевать. Женщина, вы слухий язык понимаете, не одену. Я же, смотрите, попала под все ваши видеосъемки. Я продала вам маску. Взяла на себя всю ответственность. Меня уволят, меня расчленят, меня отправят на посыльное. Что вы хотели. У вас уже раз дошло до такого. Тогда примите уже остальной товар. Отдевайте масочку. Тогда примите уже другой товар. Ну раз все равно вас уволят, что там сделать. Вы все равно продали товар без маски. Тогда уже давайте водичку, которую я отпил. Давайте, принимайте оплату. 7 бед, 1 ответ. Дважды вас не уволят, женщина, принимайте оплату. Вы однозначно продали товар без маски. Давайте, 7 бед, 1 ответ. Проводите товар. Давайте, уже не имеет значения, продали в один товар или два товара. Вы все равно уже нарушили. Деньги, масочку, тогда будем... Да не будем одевать. У Росгвардии нет, уже никого нет. Полиция не приедет, потому что мы ничего не нарушаем. Я хочу... Чего вы ожидаете, женщины? Ходите, да? А куда вы? А мы подождем, пока вы вернетесь. А я уже не вернусь. Один товар. Я не буду вас обслуживать без маски. А меня обслуживать не надо. Я уже обслужена. У вас магазин самообслуживания. Я уже самообслужилась. Ваша задача принять деньги. Одевайте маски. Ваша задача принять деньги. Вы знаете, вам так нужны деньги за маску. Я вам их отдала. Из меня их вытащили. Это труп первой. Пробивайте товар. Я не буду товар без маски. Девушка, ваша коллега только что пробила мне маску без маски. Я не буду пробивать товар. Вы задерживаете людей. Я с маской. Почему без маски? Вот я с маской. Я с маской. Юноша, я с маской. С маской. Пробивайте товар. Смотрите, банковский терминал. Людей обслуживают без маски. Прикиньте с терминалом. Роботом прикиньте всем. Служите, пожалуйста. Примите оплату. Или хотя бы сделайте вид, что вы ничего не видите. Женщина. Вообразите на нас, что у нас есть маска. Я вам предлагаю оставить это. Пускай они там сами живут. Сколько я пить хочу. Ну, воду я можете тоже забрать. Вот, думаю, стоять. А что тебе что надо? Сколько захотим, столько и будем. Да ты что? Это ты что ли? Мне как-то в 1 августа тут кричал. Ты что ли? Нет, не я. И ты, 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 я узнаю борзу или гизиономию. Конечно. Я не узнаю. Ты кто такой? Какая тебе разница? Ну, покажи, ты мент, да? Какая тебе разница? Ну, ты мент, мент. Какая тебе разница, кто я такой? Ну, ты какие-то претензии мне предъявляешь. Какая тебе разница, ты долго будешь здесь стоять? Тебе какое дело? Я хочу пробиться и уйти, блядь. Хочу пробейся. Да ты что? Ты что? Я узнаю. Я узнаю. Приобрел мороженое. Меня на кассе отказались принимать оплату? Я не буду с вами разговаривать вообще, пока вы не оденете маску. Со мной не надо разговаривать. Я обслуживать тоже вас не буду. Примите, пожалуйста, оплату за вот это мороженое, которое я уже съел. Я не буду вас принимать оплату, пока вы не оденете маску. То есть вы отказываетесь в приеме оплаты, правильно? Проходите, пожалуйста, кто в маске. Хорошо, я услышал. А вот это он тоже в маске, да? Все, я на двух кассах зафиксировал. Отказ, вот я при вас говорю. Сотрудник Окея, вот я при вас говорю, что на двух кассах я предъявил на оплату мороженое, и мне отказали. Вот это что? Все, мороженое я уже употребил. Добрый вечер, маски одевайте, пожалуйста. Мы не носим маски. Нам только что пробили товар в маску без маски. Она оказалась некачественной, мы ее были вынуждены вернуть. Но пробили ее без маски. Вы уже пробиваете товар без маски. Давайте сканируем. Зафиксируем параметры. Оплата по карте. Вот интересно, а такой ворох, ее возьмут без маски? Или они только мелочи, продукты не дают? А если чек будет пальцой, то все пробьют без маски. Без маски не обслуживаем. Опять, потому что согласно постановлению государственного врача. А вы читали это постановление? Год 16-го, 20-го, 20-го года номер 31. Поэтому у вас маски есть. Главный врач нам указывает. Я помню, вы нам рассказывали про главного врача. Постановление главного врача на кассе не обслуживать. Там так написано. Читали? Больше ничего не могу вам сказать. Да вы ничего не можете сказать. Вы просто делаете, и все незаконно. Будете принимать оплату? Маска. Ну кроме слова маска, вы еще чем-то знаете. Вы просто скажите, вот на самом деле, что с вами происходит? Ну вы же люди, нет? Мужчина. Вас оставляют? Вы помимо кассира снимаете еще молодых людей, а не против. Вот сейчас вы выйдете, и кто-то отнимет у вас телефон? Кто? Кто? Я. Вы угрожаете мне, да? Я не угрожаю тебе. Снимай себя. Вы хотите статью? Я в данный момент фиксирую правонарушение. Вы на самом деле, и зачем? Я вас снял с целью безопасности своей. Я на всякий случай говорю. Вы, возможно, педофилы. Снимаете, но там людей маленькие. Вы, возможно, тоже педофилы. Что дальше? Вы просто как-то так странно себя ведете, если честно? Странно ведете себя вы. Каким образом? Мы фиксируем правонарушение. Вы не требует руководителя. Я прошу предъявить это требование, она не предъявляет его. Это во всех сети выкушаетесь. Ну, это ваше личное мнение. Не за все. Сходите в банку и требуем обязательно. Нет, не беги. Так, я деньги предложила. Вот карта, вот карта скидок. Она не хочет брать. Я пошла. Ну, все, ладно. Не хочет, как ты. Я запуталась. Стификат безопасности есть на сети? Да, конечно, есть. Да. Этот товар не соответствует заявленному качеству, поэтому я бы хотела его вернуть. Зависит в конечном итоге от руководителя магазина. Поэтому я когда спрашиваю, у вас, вы говорите, руководство магазина уже несколько раз поменялось. Я знаю, что поменялось. Значит, отсюда делаю вывод, что вот это вот требование, да, отказывать, оно связано не с конкретным руководителем в городе Мурманске этого магазина, а предполагаю с руководством в Питере, правильно? Да. Ну, как бы по логике. Я иду делать возврат. Наверное. Ну, могу сказать вам точно. Ну, я так предполагаю. Поэтому, как бы, я думаю, что вот это видео, которое мы снимаем, будет очень полезно, когда вы прогремите на всю Россию, понимаете? И, наконец-то, вот этого руководителя, который в Питере сидит, ну, того, кто вас заставляет вот это все делать. Потому что, я так понимаю, вы заставляете кассиров, вас заставляют в Питере, ну, может быть, там еще кого, его кого-то заставляет. Но, в любом случае, это нарушение законодательства. Вы это понимаете тоже. И принуждение нас покупать маски, и принуждение к отказу от сделки. Это все нарушение законодательства. Ну, вы вроде понимаете. Или как? Не, не, серьезно. Я могу вас послушать. Как делаю? С собой? Да, в сумке. А, нет, вот. Не надо, да? Пожалуйста, это реклама. Возврат осуществлен. Вы прям дали больше, чем положено. Спасибо вам большое. Вы прям щедры сегодня. Так, все, на сегодняшний день, я так понимаю, закончились. Желающий мне лицо набить нету? Никого? Нет. Где-то тот молодой прыщавый, прыгал который. Всякий случай, если возьмите какая-то красота, я вам отдаю камеру. Хорошо. Дальше ваша задача, не ориентировая ни на что, снимать то, что будет происходить. Нет, нет, нет. Хорошо. Ловили? Да, ну это само-само. Даже если я кого-то буду убивать, либо будут убивать меня. Или прямо? Ну, идем пока куда угодно. Да куда угодно. Ну, пойдемте здесь. Телефоны не выключайте. Молодой, что-нибудь от Мороза появится. Ну, молодой, подвернись теперь. А то мне тут этот молодой человек педофилом предположительно назвался. Да, да, да. А педофил-то тут при чем? Да я не знаю. Он что-то полностью перепутал. Ты же меня заснял. Ну, так я не скрываю все. Не расслабляйся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, как называются хот-тоги. Какие у них нет для хот-тогов. Добавляйся. И мороженое лакомка. Как-то не работает. Субтитры сделал DimaTorzok Скорее-скорее закрывайте стратегический перерыв. Скорее-скорее-скорее-скорее-скорее-скорее-скорее. Вот, успели, молодцы. Скорее-скорее-скорее-скорее-скорее-скорее-скорее. Товар, который я приобрел, частично употребил, что-то я не полостюку купил. Так, а отбивайте маску. Я не одену маску. Перечисляю. Значит, две пачки мороженого, пачка кешью, три пачки чипсов различных, кока-кола и все. Какой-то товар мой. Частично употреблен. В частности, отбита кока-кола, съедено два мороженого. Юлечка, у меня какой-то человек, оказывается, интересный, что-то там перечисляет товар, маски не одевает. И вот такое дело. Спасибо. Ну, что вам сказали? Надежда, да? Надежда, что вам сказали? Одевайте маску, пожалуйста. Не, я маску не одену, я же вам сказал. Не одевайте. Так, стой. Ну, в оплату примите безналичным способом. Все, ко мне не... Отсканируйте товар. Я не понимаю, они... И выведите на терминал для оплаты. Я плачу безналичным способом. Женщина, что мы ждем? Женщина, что мы ждем? Товар подъявлен на оплату, примите оплату. Продают? Продают? Субтитры делал DimaTorzok Надежда, нам долго ждать? Подмогу давайте, подмогу Кассир Надежда, скажите, пожалуйста, что мы ждем? Вы просто озвучите, чтобы мы не нервничали Мы кого-то ждем? Все, нажимали, да? Нажимала, вытручили Все, сейчас, я передаю Надежда Сейчас, ты подойдешь, вот Это мой, да? Мы будем ждать, ладно Давайте, давайте, давайте Что же они ждут, что же они ждут? Тянут время Так, она оплату будет принимать? Я стоять не могу, у меня времени нет Надежда, вы будете принимать оплату? Попробуйте, мне стоять некогда Оплату принимать будете, мне некогда здесь стоять Надежда, вы оплату будете принимать? Почему вы молчите? Вам предъявлен товар Пушистый перец, мороженое, водичка. Все готово оплатить. Вот карта, на которой есть деньги. Добрый день, можно к вам обратиться? Смотрите, такая ситуация. Мы приобрели товар, кассир отказывается принимать оплату, молчит, никак не реагирует. Вы могли бы подойти на кассу и как-то повлиять на данного человека? На кассира нет. А вы знаете, что кто-нибудь не обшорит без маски? Нет, не знаю. Разъясните мне. А вы знаете что-то, да? Я знаю. Есть такой закон. Какой сошлитесь, пожалуйста, как вас зовут? Сергей. Как? Сергей. Сергей. Ну, сошлитесь на норму права. Вы говорите, существует какой-то закон. Я хотел бы лицезреть этот закон. Там выпишем. Так, Сергей ушел. А вас как зовут? Григорий. Григорий. Вы можете сослаться на какой-то нормативный документ? Постановление правительства Мурмановской области. Да. Ну, конкретнее дальше. Номер 175 от 4 до 4 до 20-го года. Так, дальше. Ну, конкретнее. Мы переходим к конкретной норме права. Давайте, говорите. Пункт такой-то. Вы даже меня знаете. Конечно, знаю. Вы прекрасно знаете, да, что в наших действиях нету никаких признаков какого-либо правонарушения. Мы, как добросовестные потребители, приобрели товар, акцептовали публичную аферту, товар предъявили на оплату. С этого момента договор гражданский считается заключенным. Правильно? Владимир. Правильно. Соответственно, дальше. Дальше. Не нужны мне информации. Ну, как не нужно. Вы должны сейчас урегулировать данный спор, понимаете? Сейчас урегулирую. Это даже не спор, это получается конфликт. Спора как такового нет. Есть нормы гражданского законодательства, говорящие о том, что мы правы. И что они обязаны принять оплату. Просто я вам поясню. Часть товара мы можем оставить, потому что, ну, не будем с собой его тащить. У нас он в тележках, он остался. Но часть товара мы употребили. С вами все нормально? Понимаете? Нет, мы плохо. Что? Мне кажется, вам плохо. Давайте я буду один разговаривать. Пойдемте, давайте, чтобы никого не отвлекать. Пойдемте, кассе подойдем. Пойдемте. Прямо что переживаем? То есть, смотрите, получается, ну, тогда ко мне претензий быть вообще никаких не может. У нас его просто отняли. К сожалению, товар, который сейчас они забрали, я у них обратно его не возьму. Потому что я не знаю, что туда наплевали, и все остальное сделали. То есть товар, который я уже открыл, надкусил, я им его дарю. То, что съел, ну, извините, у меня из желудка вы уже не достанете. Все, мы свободны. Замечания, претензии. Пока нет у нас, у нас просто написано заявление. Оно передано в полицию, я так понимаю. Сейчас мы связываемся с дежуркой, с участковым. Если у вас есть заявление, которое уже в полиции... У меня нет заявления, ну, к любому подойдите. Ну, если есть, то мы вынуждены будем доставить вашего дела. Но у вас основание есть? У нас основание заявления. Какого? Покажите заявление от кого? У меня его нет, я же сказал, сейчас мы связываемся с дежуркой. До свидания? Как вас зовут еще? Григорий. Григорий. До свидания? Пока нет. Что значит, пока нет? Вы меня задерживаете? Хотелось бы постоять, пообщаться. А я не хотелось бы пообщаться. Вы, Григорий, плохо знаете законодательство. Вы сейчас заупотребляете своими полномочиями. Я вам объяснил ситуацию, рассказал. Более того, в данный момент самоуправно кассиры забрали у нас продукты. Мои продукты, понимаете? То есть, по сути, совершено хищение моего имущества. Да, то, что я не оплатил, это как бы отдельная история. Потому что у меня кассир не берет деньги, понимаете? Я насильно не могу заставить ее взять деньги. Я предложил ей взять безналичным путем товар предъявлен. Все, Григорий? Вы хотите сейчас просто уйти? А что мне остается делать? Ждать ваше развлечение? Если бы нас это развлекало. Нет, для вас это развлекало. Ладно, Григорий, если вы хотите, я буду медленно идти. Вы догоните, объявите мне, что я задержан и так далее. Нет, на вас написано заявление. Так не написано заявление. Есть заявление? Свободен. Так это не то заявление. Мы только что Григорий под видеозапись сказал, что никакого заявления нет. 26.1 без маски. Ну, так посмотрите, повернитесь, девушка без маски. Ну, смотрите, сколько людей без маски. Вы злоупотребляете своими полномочиями. Мы можем ввести одного, соответственно, с нашими руководителями документами. Что вы такие? Чтобы я вам разъяснил 27.2, 27.3 нормы КОАПа. Честно? Вы хотите быть мордасовым очередным? Вы будете... Вы мне скажите, вы меня сейчас какие-то требования предъявляете, задерживаете, да, нет. Чтобы это было озвучено, чтобы я сейчас сразу же делал заявление в полицию о превышении вами должностных полномочий. Если нет, тогда дискуссию с вами вести не буду. Говорите, вы мне сейчас предъявляете требования, вы меня задерживаете, что-нибудь озвучьте. Нет, пожалуйста. Нет, все, всего хорошего. Вы уходите? Да, я ухожу. А что мне делать? С вами стоять. Снимите наборник, снимите. Снимите. Я не хочу. Подождите пока минуту. Зачем? Пойдемте на улицу постоим. Зачем мне ждать? Ну на вас заявление написано. В руки. Я не вне это. Я просто вас прошу подождать другую машину. Я вам еще раз говорю, не надо, во-первых, руки ко мне принять. Я не принимаю в руки. А зачем вы до меня дотронулись? Я нечаясь. Я снимаю на видеокамеру. Вы это толкаете, сбиваете кадр. Я ничего не сбивала. Тогда не надо мне вообще прикасаться. Еще никто никуда не уходит. Я говорю, прикасаться ко мне вообще не надо. Я рассказывала, курочка у меня была, сливочки я попила, водички из пятилитровочки выпила. Я предлагала все оплатить, они не взяли. Потом бежит за мной следом и несет скрытые сливки. Я говорю, я же вас предупредила, что если вы уберете товар с ленты, возьмете его своими руками и спрячете, то я его уже брать не буду. Но скрытый товар побывал в чужих руках. Откуда я знаю, что они там сделали. Добрый день. Здравствуйте. Два мороженая и вода. Я езжу маску. А че ты не убили меня? У меня нет маски. К сожалению, мы обслуживаем без маски. Маски не убили. Что мне делать? Хотите купить маску? А вы продаете? Да. А зачем? Вы не будете маску надевать? Маску я не буду надевать. Вода надпита уже, женщина, и мороженое открыто. Товар верните, который принадлежит покупателю. Женщина, грязными руками не трогайте. Я вам сказал, что мороженое открыто. Мне ваши бациллы там не нужны. Иначе я вынужден сейчас пойти взять другое мороженое. Оплату примите. Добрый день. Воздействуйте, пожалуйста, на вашего кассира, чтобы она приняла оплату за товар. Постараюсь. Вы не можете, насколько я знаю, без маски обслуживать клиента? На каком основании? Я вас спрашиваю, на каком основании, женщина? Согласно постановлению главы главного государственного врача, от 16-го 10-го вам отказано в обслуживании. У вас есть это постановление главного государственного врача? Вы в данный момент обманываете потребителей. Разговаривайте с администратором, пожалуйста. Вы задерживаете нас, всех остальных потребителей. Я буду разговаривать с тем, с кем посчитаю нужным. То есть вы отказываетесь принять оплату, правильно я вас понял? Женщина. Вы отказываетесь принять оплату, да или нет? Скажите, пожалуйста, чтобы я зафиксировал это. Все, что нужно было вам сказать, я вам расскажу. То есть вы отказываетесь, правильно? Товар верните, пожалуйста, покупателю. Женщина, чтобы я заново не выбирал товар, верните мне товар. Если нет, я пойду возьму точно такой же аналогичный товар. Я хочу пить. Женщина. Последний раз спрашиваю, вы воду мне вернете, я хочу пить. Вот, с охранниками разбирайтесь. Вернут они вам не везут. Да, причем здесь охранники. Охранники на вас ссылаются. Охранники не являются материально ответственными лицами. Они у меня товар не отбирали. Давайте сделаем так. Вы мне товар вернете, мы будем разбираться с охранниками. Позовите администратора и так далее. 4368. Виктория, вы меня слышали, да? Начальника вашего пригласите, верните товар и мы будем разбираться. Дай мне, пожалуйста, челоколичку. Женщина, вы товар вернете, да или нет? Поскольку вы товар забрали, женщина, все-таки нуждаюсь в воде. В товарах первой необходимости я пойду возьму аналогичную воду, также открою на кассе и предъявлю на другую кассу. Добрый два. Вы что, взяли вторую воду? Да, вторую воду. Возьму третью. Ну, в данный момент ту воду присвоила себя кассирша, соответственно, она будет за нее оплачивать. Неадекватные забирают, они не понимают, что они совершают самоуправство, либо грабеж, это в зависимости от целей какие. Масочки, знаете, пожалуйста? Я не пользуюсь масочками. Хорошо, маски не обслуживают. На каком основании? Вам уже говорили. Вы мне не говорили. У каждого свои прибамбасы. Венера, примите, пожалуйста, оплату. Я уже обслужился, товар приобрел. Я не могу принять. Я его даже употребил. Почему вы не можете принять? Это ваш подарок мне? Можете пояснить, по какой причине потребителю отказывают в оплате товара? Вопрос не по опису. А вы можете администратора позвать? Администратор находится в Алипоказе. Там все отчетается. Ну, то есть, видите, да? Вот, давайте посмотрим, на что ссылается. Значит, в данный момент ссылаются на правила поведения, обязательно для использования граждан. В частности, на пункт 2.1.1. Так вот, в данном пункте ничего не сказано про то, что продавец имеет право отказать приобретение товара, либо приеме оплаты и тому подобное. Данные действия их незаконны. Более того, есть правила розничной торговли, которые утверждены правительством Российской Федерации. В пункте 10 сказано, что запрет на продажу каких-либо товаров может быть только федеральным законом. В полномочия губернатора, либо правительство Мурманской области не входит решение вопросов, которые отнесены к защите прав потребителей. Все, забирайте. Я вас понял, что у вас просто совершается самоуправство. Какие наши действия дальше? А? Можно уходить, да? То есть вы хотите сказать, что любой покупатель будет приходить и без оплаты уходить? Любой не получится. В смысле, только я могу, что ли, так делать? В общем, я где-то уходил. Почему? Потому что на вас воплотники. Так вы понимаете, что я в следующий раз приду не один. И как вы знаете, я прихожу не один. Да ну пошло, понимаете. Что так можно взять спокойную руки? Ну, видимо, для меня можно. Не знаю, чем я отличаюсь от других. С НПСБ, конечно. Не знаю, не знаю. Просто разница в том, что я знаю законы и ими пользуюсь. В частности, статья 426 Гражданского кодекса.